всем привет с вами джерри и сегодня в рубрике как капитана разбирать чужие демки мы будем наблюдать матч в рамках esl pro league между аг и фейс а конкретно будем смотреть за опорниками коннектора это будет немножко новая рубрика тут мы будем смотреть конкретно повку за конкретным игроком с двух сторон а точнее мы будем смотреть одну сторону за вальдемаром а вторую сторону мы будем смотреть за ника я имею эту защиту конечно же поэтому сейчас мы уже начинаем заходим в контру и летим на всех парах поехали ну что вот мы приступаем самой демочки тут мы увидим очень много чего необычного постараюсь вам все это объяснить и разложить по полочкам поэтому поехали мы смотрим сразу с первого байраунда force нас не интересует так как мы смотрим опорников коннектора и у команды у г опорник коннектора это вальдемар но давайте посмотрим что он будет делать в первом раунде смотрим мы исключительно за ним но будем конечно переключаться сейчас на карте мы можем наблюдать такую картину интересную что тут идет 4 миддл и защита просто полностью отдает а потому что это заготовленный раунд либо у команды уга есть только фамас и они себе могут позволить мидфайт что очень выгодным является этой защиты кстати поэтому давайте смотреть за вальда что же произойдет дальше пролетает смог в окно команду г попыталась подраться в миду но смотрите что произошло произошла серия разменов здесь и в итоге успешно заняли миддл все почему потому что защита все-таки побоялась выйти в окно под ей прилетел смог да это уже как ошибка со стороны защиты и они оставили как бы своих мэйтов на тут съедание ника и компании да то есть здесь вот только один террорист погиб в этот раунд как бы мы с него много чего вынести не сможем поэтому давайте мотать засейвленный ган опять же опорник коннектора давайте посмотрим что он будет делать в этом раунде прилетает смог от защиты с окна манту его кинул ну и вальда просто катает под смоком принципе тут ничего нет удивительного объяснять не вижу что-то смысла обновляет смог коннектор стандартная ситуация а вот тут вот уже атака при начинает раскидывать гранаты которые не очень приятны для вальды то есть ему пролетает молотов ему пролетает гранаты его отгонять с ближней позиции чтобы он не смог сделать никакой выпад я сейчас вам объясню более детально то есть атака кинув вот эти вот гранаты защищает себя от выпадов коннектор который может произойти на развеивание смока и как видите он уже развеивается то есть если вы играете за атаку и знаете что смог коннектор рассеется можете кидать сюда молотов можете кидать сюда гранату и вы можете поймать чувака который просто не будет этого ждать тут он захочет сделать выпад ему уже полетит флешка но вы услышите как он горит начнет решить и вы его просто заберете то очень прикольная тема со стороны фейс клана и вообще как бы просто крутая тема давайте смотреть дальше тут после того как такие гранаты прилетели вальды прорешает со своим тиммейтом пойти пушить яму потому что они находятся ситуации 4 в 5 и если мы обратимся на ситуацию на карте посмотрим да то мы увидим такую вещь что атака полностью заняла мидл а колдзера люркер который играет под а он отдал и ковры и яму и фактически о г а то есть вальдемар с из и принимают принципе верное решение они поджимают точку а это может сыграть как на руку так может и сыграть против тебя но тут ситуация такая алекси би у нас находится в ладере или в окне давайте посмотрим да он находится в ладере и как бы позиции на то чтобы защитить этот раунд взять если они заходят на а плент это ну практически нереально да то есть тут заходится с коннектор а заходится с ямы заходится с ковров и из асфальта там максимум бывает двоих это ретейк 2 в 3 что как бы просто невозможно поэтому защита а именно игрок коннектора они принимают решение пойти и запушить яму давайте посмотрим чем это закончится они поджимают яму алекси би убивает ник в ладере не в ладере неважно вот и теперь позиционка у нас выглядит следующим образом на что я вас прошу обратить внимание вальдо игрок коннектор он играет здесь он мог бы остаться там если бы это был какой-то фейс это официальная игра и тут немножко как бы люди более понимают что происходит на карте поэтому они принимают решение поджать яму тем самым они угадывают атаку точнее вектор направления атаки которая идет как раз таки сейчас на это будет сплит скорее всего с пустом там владер с заходом в коннектор от рейна и давайте смотреть что принесет это действие команде угэ 20 секунд если убивает одного в яме сейчас скорее всего не убивать 2 но есть инфа по бомбе у вальдемар отличная позиция он пытается убежать на погибает остается всего 10 секунд на таймере и давайте посмотрим скорее всего рейн успеет поставить бомбу он чисто ради интереса да то есть да и тут вот мы видим то есть получается за один раунд что мы увидели вальде пришел в коннектор ему откинули смог с окна он себе обновил смог у него был еще один смог но так как была ситуация 45 он решил отступить вместе со своим тиммейтом поджал яму что фактически почти ему принесло выигрышную ситуацию если бы он не решил убежать от рейна который ждал его на головах и скорее всего если бы он попытался с ним пофайтится и убил бы его он бы просто выиграл раунд но как видите не всегда все идет на вашей стороне не всегда удача на вашей стороне точнее и бывают всякие моменты ты думаешь хочешь сделать как лучше а получается как всегда да так это у нас экономический раунд давайте опять включим вальдемара сейчас он идет на б-плент и давайте я вам немножко поясню относительно данной ситуации команда уга это такая команда которая может позволить себе играть в абсолютно такой странный кс где опорники меняются местами да то есть в данном случае видимо какой-то был колл от нбк или от эликсиби что нужно сейчас файтится мидл просто почему горит инбеки нож не врез да вот он здесь вот миду дерется кстати погибает вот и вальдемар просто идет и заменяет кого-то а как бы вообще что это значит это означает что если вы опорник какой-то точки и вы выполняете поджим точнее вы выполняете поджима поджим выполнять тот из ваших тиммейтов будьте благоразумны и поймите что если этот тиммейт играть на бету стоит его там заменить да это про то чтобы вы были гибкими о том чтобы вы думали на два-три шага вперед а не на один потому что это важно важно за меня быть взаимозаменяемым важно быть универсального именно то это то что мы здесь видим от вальдемара да то есть он может пойти на б-плент и тут отыграть себе спокойно сейчас я закрою карту потому что она у меня забагалась вот он играет на б давайте смотреть он будет принимать немножко тут перемотки тут просто выход смог контактный вальдемар с ним отлично справляется собирает фраги все четко давайте мотать дальше потому что здесь мы не особо что-то увидим в очередной бай вальдемар начинает за искрой просто идет в коннектор давайте смотреть что в этот раз нам покажет ему г важный аспект то что у нас алексиби в зиге это означает что сейчас будет опять скорее всего драка за мид давайте смотреть пролетает смог точнее вальдемар сам себе отпускает этот смог и что будет происходить дальше ну тут медленное вычисление игры пик под флэш пострелял на старт стандартно все то есть тут ничего объяснять не вижу смысла будем разбирать уже такие средние тайминги скорее всего потому что это самый важный важная часть игры ну вот в общем он тут халди джангли дает молик под окно чтобы не было пусто а этого ответ на реакцию это почему он вообще да да у тот молек потому что им пролетел смог топкон и он видимо решил что сейчас будут сажать люркера и отдавать металта но по факту они тут просто окопались медуфы и отдыхают просто ждут так сказать ошибки от защиты пролетать смог и вот опять мы видим то что вы ребята должны понимать и уметь делать это очень хорошо здесь мы видим отличную коммуникацию от команды уга в очередной раз потому что у аг полностью отобрали миду что это означает это означает что если будет происходить влить точки а с бустом в окно или без него то выход будет с трех сторон а то есть четырех и защите нужно одну из этих сторон обязательно заранее принять чтобы первые атаки было сложнее заходить и второе самому не разрываться и в очередной раз вальдемар вместе с тиммейтом это делают давайте посмотрим они опять выбирать поджим ямы это отличная опция вы можете тоже так делать как бы бывает колдера все-таки дважды лучший игрок мира поэтому тут не повезло но какой вывод да мы делаем что если нас вот здесь вот в коннекторе отзонили нам не дают играть нас положили смог топкон смог окно нашему тиммейту зиге не дают играть его отрезал снайпер да вот откуда-нибудь отсюда со стула с крана то вы должны со своим тиммейтом на обязательно договариваться и принимать какое-то решение за исключением если у вас есть опп в кт но тут авик был в кт и как бы ему в любом случае нужно будет просто взять вам паласы да то есть вот он смотрит паласы вы с твоим со своим тиммейтом отправляетесь яму убиваете на размен колдзеру чуть-чуть получше конечно да с разменом у вас должно получиться и у вас есть вот это полностью позиции поэтому если будет сплит или челс ковров попытается выйти на размен челс ковров умирает правильно и идет выход вот отсюда так уже принимать когда у тебя есть яма у тебя есть кт намного проще и в принципе это как залог успешного миража это правильно и вовремя принимать решение по чтению оппонента и по своим позициям и как их реализовывать давайте смотреть дальше тут у нас будет такой semi by раунд давайте мы не будем смотреть хотя давайте глянем тут вальдемар если не ошибаюсь даст враг а да вот он просто пойдет флагер то есть да ну это такой боя от одного а в п и скаута тут нужно просто какие-то тут нужно просто не умереть может самое важное да то есть вы должны умереть только тогда когда ваш а в п реализуется либо за какими-то редкими исключениями где вы поджимаете вместе с в п тут просто вальд и будет жить в ладере скорее всего после флешки попробуется открыть открыться точнее в ладер и убить кого-то давайте посмотрим что произойдет в итоге ну там даже флешки не был же самое смешное кэш перемотки посмотрел вы меня извините но сама суть просто без флешки зашел олов погиб в общем лата давайте смотреть дальше тут отыгрыш против эко это конечно же команда угознает поэтому игра 2 у них миду есть алексибис ap есть мантус ap то есть миду у них надежно смотрится двумя в п и тут как бы вальда может себе позволить играть на коврах чтобы не поставили бомбу и так далее но если уже конечно побежал в коннектором такой у нас игрок горячий но как бы сама суть да то есть мы против эко раундов можем стать 2 а если вы игрок коннектор вы должны своему типу на помогать это очень важно как он долго его замечал кстати а то давайте смотреть дальше тут у нас вальде опять не идет коннектор и тут опять важно ребят что вы должны понимать если вы играете коннектор это не значит что вы должны жить в этом коннекторе построить себе там квартиру это означает что вы просто опорник как бы этой точке но вы должны обязательно коммуницировать со своим этом на и делать какие-то различные фишки давайте посмотрим что сделать вальду в этот раз здесь мы можем увидеть интересный смог яму с правой стороны такое на самом деле можно и слева кинуть поймал пару флешек давайте смотреть что собственного здесь произошло здесь произошло такой интересный пример команда атаки раскидала смог на голову и смог на холпу тем самым никого не выпуская на а а атака в этот момент вышла в мид это кстати очень прикольный такой буст да то если у ты можеткидать на b2 смока выходить мид а то есть команда будет стягиваться игрок зайги будет стягиваться ты можешь кидать два смока на голову холпу и выходить мид а вот и такое называется бесконтактное занимание метла очень интересная фишка но это так чтобы понимали что на карте вообще происходит что это действительно интересную можете взять на вооружение а вообще какой сетап играть слышу защита Вальде стоит в КТ, Иса стоит на коврах Тут все просто Вальде будет брать и байтить на Ису То есть он может прыгать в КТ Он может стрелять сквозь смог И потом накидывать флешки на Тетрис Ну давайте мы этот сетап скорее всего в действии не увидим Сейчас Мы будем смотреть на то, что просто будет происходить дальше Я думаю тут у нас будет продолжение этого сетапа Просто нагляк стоит Пытается так сказать на своего мейта забайтить Это важно Нужно помогать своему опорнику Вот увидел кого-то в коннекторе Вышел ника Ну и под звук смс наказал просто без шансов Ну бывает и такое Сетап не сказать, что сработал Можно сказать, что он не сработал полностью Ну ника жесткий, поэтому Мы кстати за ним будем смотреть сейчас следующую половину Тут у нас тактическая пауза Давайте смотреть дальше Ага Так, ну вот здесь уже можно сделать определенные выводы То есть вальде, видимо в любом поджиме мейта Играет Б опорника А на А остается у нас Иса Но он не то что остается Он превращается из самого игрока Коннекторы Это очень такая, ну Тонкая грань на самом деле В прогейминге Когда один игрок может Слапаться с другим Абсолютно безболезненно Да, потому что не каждый может отыграть все позиции Давайте посмотрим за вальде Так уж, раз уж мы за ним смотрим У него опять лежит смок на Б Ну тут я думаю мы за ним не особо что увидим Да, скорее всего будет ретейк Давайте смотреть дальше Тут у нас будет поджим ковров под флешку Опять же, да То есть по идее это роль опорника Аплента Но если у тебя есть респаун Если ты понимаешь, что сейчас ты можешь отжать целый участок карты То бишь это ковры А на А где три дырки А то и четыре с бустом в окно Это очень полезно И Вальдемар тем самым поджав ковры Сейчас в начале раунда под флешку Собирает нереальное количество информации О том, что скорее всего это будет выход Б Но так как он видимо Сразу что-то услышал или что-то узнал Он решил уйти Либо это был просто пик под флешку Как бы давайте гадать не будем Пауза террористов А они решают сделать еще один, кстати, полубай Интересное решение Так, опорник, коннектор у нас опять идет на А И в этот раз они поджимают ковры вдвоем Видите, это очень крутая опция То есть ты можешь это миксовать со своим тиммейтом Можешь делать один Да, только что я сказал, что это крутая опция И Калзера опять наказывает двоих Да-да-да В прошлый раз он в яме их убил, если вы как бы помните Смог коннектор вот вам показывает Так вот встал прямо в нагляк И откинул Такой вот Калзера бесстрашный 2х дигла урабатывает Ладно, давайте смотреть дальше Тут мы сейчас скорее всего увидим Бай на последние деньги Да, бай на последние деньги от команды ОГ В этот раз Вальдемар снова показывает нам вариативный геймплей Поджимает подвал Под флешку пятно Ну, тут опять его наказывают Да, дамы и господа Иногда такое бывает Ты вроде делаешь все Ты пушишь ковры, ты пушишь яму Ты принимаешь более-менее правильные решения Но как бы тебя наказывают И самое важное не впадать в тильт из-за этого Играть до конца И всегда как бы стараться Реально до последнего просто не тильтовать Потому что тильт, он не поможет победе То есть благодаря тильту ты не выиграешь Ты наоборот сделаешь себе хуже Ну а зачем нам делать себе хуже, да? Давайте смотреть дальше Тут, что мы можем видеть на карте Это уже такие полубаи пошли, конечно Фейзи опять 4-ом занимает мидл Клдзир опять тут подашь алид И команда ОГ принимает решение Просто встать 4А, да, стак Ну а помимо этого, как бы сыграть близко в яме Потому что ты не можешь стоять 4А Если у тебя не занято близко ковры Или не занято близко яме Потому что это просто не будет иметь смысла Ты не найдешь фраг И тебя опять сплетанут со всех сторон и накажут Давайте смотреть, что произойдет дальше А, тут у нас близко игра Ну, просто за близкий кс Сейчас опять путь наказан, да Потому что в фейзи заходит коннектор Короче, это без шансов Ну, в общем, вот Перед тем, как мы переходим на Ника Что мы, как бы, выяснили с Вальдемара Первое Это Вальдемар очень гибкий игрок Который может и сыграть Б И поджать ковры И поджать яму на среднем тайминге И поджать мидл И поджать подвал И все это на опорнике коннекторов Пять опций, как минимум, у вас есть Да? Это то, что мы вынесли только с Вальдемара Теперь мы переходим к Ника Надеюсь, как бы, Ника нам покажет Что можно и делать еще более крутые вещи На самом деле он покажет Так, у нас пистолетный раунд Мы его смотреть не собираемся, конечно же Тут у нас пай уже Тоже против пистолетов Такое Вот, давайте смотреть Первый пай Ника оставляет формилку Если Ника оставляет формилку Это значит, что должен быть Какой-то близкий сетап Ну, тут Ника, конечно А, ну да, формилку У него кольт, ага Скинул молик фейк в яму Ага, давайте смотреть Я вам покажу это еще раз Потому что я считаю, что Недостаточно на этом акцентировал внимание Интересный момент Интересная комбина Можете делать Можете практиковать Вот у нас появляется шестая опция Напорники коннектора Хотя, я думал, что видео получится Про то, как коннектор принимать Но, как видите, это Мираж И тут может получиться все, что угодно Вот этот бакс МП9 Кидает флешку в мидл И кидает вот такой вот молик в яму Как бы, это означает то, что Атака будет думать, что это глубокий молик Если она играет в коврах, да Если опорник играет в коврах И он подумает, что яму Как бы могут там поджать Но через какое-то время только, да Кстати, я выключу звук Надоелся Вот И После этого прилетает Смог в яму И как бы тут у нас Рейн Сейчас, где он Рейн, он тут просто Нечитаемый Потому что сначала пролетел Молик Потом пролетел Смог И все думают Ну, как бы, лол Что происходит Никого не может быть в яме Ну, тут заходит жесткая инфа О том, что Большое количество гранат Было откинуто в яму И у нас появляется Шестая опция Это поджим ямы Под фей гранаты Да Работаем дальше То есть, сейчас будет Заходить в спину Ник остался смотреть ковры Потому что Все-таки мог остаться опорник Ну, давайте переходить дальше Фейскланд Игру выиграют, кстати Смотрим, какие у нас Еще есть опции А Ник играет за искрой Стандартная позиция Не только для опорника Но и для игрока У нас Сейчас происходит Два Сетап Тут у нас Давайте смотреть Нимательно Разбирать Прилетел Смог в яму И Рейн будет стоять Перед этим Смогом Чтобы остановить Быстрый контактный выход Смог И такие бывают Особенно внимательно Нам нужно следить В этот момент За Мидом Это означает Скорее всего Что туда прилетело Какое-то большое количество Гранат Прилетело два А, Смог из-за Белого Прилетел Да, чтобы контакт Инициировать Давайте смотреть Что произойдет дальше Нико встал за искрой Дал фраг Ну, это просто Принимание А вдвоем Как бы Давайте мы будем смотреть Что-то более такое Что мы можем использовать Так сказать На играх И всех удивлять Опять опорник коннектора Начинает у нас на А Дает Молик яму Стандартная ситуация Дает Смог на префайр И вот тут мы видим Наконец-то А, ну, мы должны были увидеть Точнее Выпад с коннектора Но он и произошел В принципе Смотрите, что произошло Ника под флэш К тиммейта Вместе с тиммейтом В зиге Выходит в мид И просто ловит тех Кто оказывается В полупозиции Ну, в данном случае Это был МБК Но еще Алексиби вышел на размен И его покарали Давайте Как бы будем Еще раз этот раунд смотреть Потому что Тут достаточно интересная Такая комбина И вот вы можете Просто обузить По кулдауну Это вот именно то Как бы Что можно делать на фейсе Терриально по кд Будем смотреть мы на Рейна Потому что это игрок Который будет накидывать Эту флэшку То есть еще раз Да Картину в голове Себе представляем То есть получается Ника бежит в коннектор И сразу на префайр Тушит молик Своим смоком Что Как бы происходит Для того Чтобы ты мог Так же сделать И сделать выпад Точнее Вымокли Пошу прощения Вот Вы встаете за искру Вот смотрите Какая флэшка То есть ты целишься Примерно вниз там Коннектор И как только твой тиммейт дает кол О том что Вот я тушу И сейчас буду выходить Рейн отпускает эту флэшку Весь мид у нас Оказывается слепой А ты себе Спокойненько Выходишь с коннектора Вот даже в замедленном действии Да И просто ловишь Вот флэшечка Вот так вот взрывается Еще зиги была накинута флэш Да Если мы обратим внимание То есть Вот две флэшки Все слепое Идет врыв с двух сторон Без шансов Мидл ваш Вы опорник коннектора Ну конечно Вы еще играете с игроком в зиге Это тоже нужно учитывать Что нужно с ним общаться Обязательно Договариваться Попросить его тоже кинуть флэшку Для того чтобы было Намного сложнее противника Вот У нас же 7 опций Давайте смотреть дальше Мы будем смотреть только фишки Которые нам Могут быть полезны А сейчас он Его игра будет против полубая Он остается опять за искрой Смотрит зигу Это стап 3 Классический Окно тут не разбито Да То есть вот здесь окно не разбито Чтобы на б не могли пройти Тут играется близкая яма Играется ковры Смотрится И брокер стоит за искрой СВП Ну то есть это классический сетап Я думаю вам Господа объяснять точно не стоит Я думаю вы это все Сами прекрасно понимаете Давайте мотать дальше Тут у нас скорее всего Будет экономический Плюс пауза Перемотаем Давайте посмотрим Вот Вот это уже что-то новенькое Идут 3а Ник остается в окне Кидает молик на динай Даст классический То есть вот вы видите У него дырка из этого появляется Но это видимо потому что Он с СГ То есть в принципе Если у вашего снайпера Нету респауна Под коннектор Или там Нету респауна под окно Вообще нету Просто респаун Решает остаться на Вы можете сказать Я пойду за дынаю Как бы смог в окне И просто попробовать Дать энтер Но тут уника не получилось Он пожадничал Немножко Но не суть важна То есть опции у нас прибавляются Давайте смотреть дальше Тут у нас поджим ковров с ОП Вот это одна из моих любимых фишек Конечно честно вам скажу Опорники коннектора Так не делают в основном Но это очень крутая фишка Потому что давайте сейчас посмотрим Где у нас четверка находится Четверка это Алексей Биня Внизу Они не встретятся скорее всего Но давайте смотреть Вот этот вот очень крутой пик То есть здесь фактически У снайпера нереальное преимущество И откуда бы не вышел террорист За первой, второй, третьей колонны Скорее всего его убьют Видите Ника немножко переводится По этим колоннам Тут очень легко попасть Поэтому если у вас есть первый респаун Можете смело поджимать Это очень крутая тема И как с кольтом Мы видели под флешку С кольтом можно и без флешки А есть еще моя фишка Которую я вам тоже покажу Чуть-чуть попозже Со всем этим Тут у нас ретейк уже пошел Даже не будем его смотреть Вон сейчас скоро будет победа Команды Face Вот Молик за белый Мога промазали Кстати Моликом в окно Что очень неприятно А вот он лежит Ну тут Ника просто отыгрывает в окне Как бы Мы не будем сильно на этом акцентировать внимание Потому что я думаю Уже и так голова забита Тем количеством вещей Которые вы можете попробовать и сделать Ааа Так команда Face возвращается на Upland Пытаясь его укрепить Так как в Миду никого не было То есть да В Миду никого не видим Возвращаемся на А Потому что это скорее всего Атака боковых точек Вот Ника просто наказывает На бике Сейчас он скорее всего Будет сжимать яму А ну его просто С всех сторон зажали Да такое бывает Вот 12 раунд И сейчас фейзы возьмут Все подряд Начиная с этого форса Тут как бы Секрет взятия форсов Мы оставим на следующее видео Тут мы перемотаем Давайте смотреть По 6000 Форс взят Как я и говорил И тут Ника опять идет в миду Давайте смотреть Что он в этот раз нам покажет Интересно Скорее всего он прыгнет в зигу Или попадет в подвал Да он прыгнул в зигу Скинул молик за белый Один он это все делает Заметьте Потому что в принципе Игрок может это делать один То есть он сейчас пытается Просто отобрать миду Единолично Вот этим вот моликом И у него это сейчас получится Он видит что это фейк Дает инфу что это боковая точка Убивает того кто фейкует И вот одним прыжком в зигу И одним моликом Он фактически Сейчас дал фейзам Всю информацию И Они принимают а Тут уже ситуация 5-3 Видите у атаки Тут немного шансов На взятие этого раунда Сами понимаете Смоков нет Был контактный плей Гранат нет Ну и вот Как Ника берет раунды Просто прыжком в зигу И моликом Не ну понятно Был фраг Но там легкие полоса мы видели Но в общем Давайте подводить итоги Самое важное Вы должны быть гибким Вы должны оперировать информацией на карте Вы должны уметь двигаться в соответствии с ней Если у вас отжимают мидл Вы должны пушить какую-то часть на А Если у вас нет информации по мидлу Вы должны укреплять А Если вы не готовы ее собирать То бишь да У вас нет гранат У вас нет молота У вас нет флешек Если вы играете на опорнике коннектора У вас есть огромное количество опций Вы можете поджимать ковры И так далее Самое важное Это просто запоминать эти вещи И делать их на постоянной основе То есть вот что отличает проигрока От не проигрока Это то что Проигрок на постоянной основе Какие-то новые фишки тренирует Вот сейчас у вас есть большое количество опций Которые вы можете затренировать Будем теперь интегрировать это в вашу игру Ставьте палец вверх То есть лайк Пишите комментарии О том что бы вы хотели Чтобы я исправил Потому что это мне важно И я буду стараться для вас это делать Поэтому всем спасибо за просмотр Надеюсь вам понравилось Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok